Здравствуйте! В 2015 году в системе местного самоуправления Самары произошли значительные изменения. Городские районы получили статус муниципального образования собственным уставом, полномочиями и бюджетом. В цикле программ «Наша Самара. Районный масштаб» обсудим, как живется районом в новом статусе. Но сначала напомним основные моменты реформы местного самоуправления. Изменить схему управления муниципалитетами предложил в 2013 году президент Владимир Путин. Он отметил, что местная власть, самая близкая к народу, должна быть устроена так, чтобы любой гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой. В 2014 году о необходимости реформирования местного самоуправления в своем послании заявил губернатор Николай Меркушкин. Весь 2015 год в регионе прошел под знаком реформы МСУ. В результате преобразований Самара стала городским округом с внутригородским делением. Девять районов получили статус муниципальных образований, в каждом жители избрали свой совет депутатов. Теперь на одного депутата в Самаре приходится по 3-4 тысячи избирателей. Округа уменьшились в разы. Каждый можно пройти пешком буквально за час. Депутаты райсоветов делегировали своих представителей в Думу Самары. И в октябре 2015-го они избрали главу города. По итогам работы конкурсных комиссий райсоветы избрали глав районов. К концу года организационный этап реформы местного самоуправления был полностью завершен. Что же происходит сегодня в каждом из районов? О первых результатах реформы говорим с представителями власти железнодорожного района. У нас в студии районный депутат и председатель городской думы Галина Андреянова и глава железнодорожного района Елена Лапушкина. Здравствуйте, Галина Геннадьевна, Елена Владимировна. Доброе утро. Организационный этап реформы завершен. Завершен. Вот теперь интересно, что же происходит сегодня в районе, что поменялось и к чему мы стремимся? Елена Владимировна, что уже поменялось? Что вы почувствуете? Ну, уже было сказано, что действительно у нас организационный этап, не могу сказать, что завершился, он еще продолжается, но тем не менее. В конце 2015-го года был принят устав железнодорожного внутригородского района. Были избраны 28 депутатов районного совета. Эти люди приступили к своей работе. Администрация района с начала 2016-го года в рамках 74-го закона тоже приступила к исполнению новых полномочий, которые для нас являются первоочередными и, ну, тоже достаточно новыми компетенциями. И администрация района, да, район стал отдельным муниципальным образованием, получил свой бюджет, и мы стоим на начале нашей реформы. Галина Геннадьевна, а конечная цель какая? Ведь важно, чтобы люди понимали, к чему мы идем. Ну, до конечной цели нам еще далеко, потому что на сегодняшний день нам нужно привыкнуть жить в новых условиях прежде всего. Вот Елена Владимировна уже затронула этот вопрос о том, что прежде всего администрации получили самостоятельность. И вот эта вот самостоятельность, к ней еще нужно привыкнуть и научиться с нею жить. Сегодня у районов есть свои бюджеты, их не было более 20 лет. И на сегодняшний день те экономические службы, которые ранее работали в районных администрациях, они в какой-то степени даже утрачены. Поэтому сегодня район должен подумать вместе с городом, естественно, как же собирать средства прежде всего. Те районы и бюджеты, которые сегодня выделены, например, у железнодорожного района есть определенная сумма, да, но ее понятно, что не хватает. И в своем послании губернатор и в 2014 году, и в 2015 году говорил о том, что у районов есть огромные резервы для того, чтобы собирать эти средства и для того, чтобы тратить эти средства на благоустройство районов. Чтобы разобраться получше в этой реформе, хочется понять, кто является участником ее. Вот на мой взгляд, это треугольник такой, районная администрация, депутаты и жители. Или нет? Есть еще участники, которые вот подтолкнут все это. Ну, вы совершенно правильно уже ответили на свой вопрос. Ну, вы знаете, наверное, не треугольник, да, и несколько приоритетов надо по-другому расставить. Жители, депутаты и районы администрации, которые являются исполнительным заказов жителей и депутатов. Две ветви власти, получается, жители. Ну, вот не зря говорят, наверное, что инициативы жителей это как топливо для местного самоуправления, потому что вот без такой активности инициативы, наверное, все бы было вот как всегда работало. Сама по себе администрация, депутаты, а вот жители активно, они так подталкивают. Ну, в данном случае инициатива жителей, она, в принципе, и предусмотрена у нас и в уставе каждого из районов, и в том числе и общественные советы микрорайонов, которые у нас были созданы в апреле прошлого года, они уже тоже по положению наделены этой нормотворческой инициативой. И это очень хорошо, потому что каждый житель может предложить свой нормативный правовой акт. И его может рассмотреть и районные советы, в том числе и предложить для рассмотрения в Думу городского округа Самары. И это крайне важно, потому что у каждого жителя получается вот это вот свое мнение. А потом мы же говорим о том, что совершенно поменялась эта система местного самоуправления. И если мы раньше говорили, что депутаты работают один на 30-35 тысяч, то сегодня в основном те депутаты, которые выбрали, они, как правило, и живут там, откуда выбирались. И поэтому вот если говорить про районных депутатов, вот я, например, иногда встречаюсь с избирателями в лифте. Мой муж – это мой избиратель. Поэтому это крайне важно. И здесь ты уже просто не имеешь права подвести всех своих соседей, всех тех, кто живет рядом с тобой. И, соответственно, тогда, когда выпадает снег, это буквально два дня назад было, в первую очередь я посмотрела в окно, и для меня было крайне приятно, что я, по крайней мере, шесть человек, убирающих снег, посчитала. И не позвонила Елене Владимировне для того, чтобы эту ситуацию поправить. Мы постоянно на связи, на связи депутат и администрация. И это крайне важно, потому что вот эта вот работа, она должна проводиться постоянно. И она должна, естественно, иметь определенный контроль. У вас вообще уникальная ситуация. Вы и председатель Думы, и депутат районного совета, и, наверное, это плюс и для администрации города такое сотрудничество. Для администрации района – это однозначно плюс, но и города, наверное, тоже. Конечно, мы гордимся, что именно состава депутатов районного совета выбран председателем городской думы. Вам повезло. Да, нам, безусловно, повезло. Вот, и, ну, и работа... Ну, раз уж я заговорила о городе, скажите, пожалуйста, что ушло из города, какие полномочия? Вот что ушло в райсоветы, в районную администрацию? Потому что вот тоже раньше был город, город, все курировалось, как бы вот отсюда. Теперь ушло по горизонтали. А что ушло в районы? Какие полномочия? Ну, наверное, не имеет смысла в этой передаче рассказывать о тех законах, нормативных документах, на основании которых мы работаем. Ну, в любом случае, озвучу их. Это 131-й закон федеральный и 74-й закон о разграничении полномочий. То, что очень важно для районов, то, с чем мы сталкиваемся, и то, что для нас впервые и вновь. Это, конечно, муниципальный жилищный контроль, это земельный контроль, в рамках которого мы будем проверять целевое использование земли и так далее. И о чем говорил Галин Геннадий, это тоже будет сказываться на налогооблагаемой базе и по наполнеемости бюджета. Для нас впервые закреплено полномочия по организации ярмарок, по организации развозной и сезонной торговли. Для нас впервые закреплено такое полномочие, как перевод жилого в помещение и нежилое. И наоборот. Для нас всегда, для районов были эти вопросы достаточно болезненные, потому что магазины, киоски у нас рождались на первых этажах, как грибы, а мы по факту об этом не знали. Теперь у нас такое полномочие и есть. Много других интересных полномочий, но то, с чем мы наиболее интересны населению, я сейчас озвучу. А вот у депутатов районных советов какие появились полномочия и как вы, как председатель городской думы, с ними работаете, с этими людьми? Потому что понятно, что не у каждого опыт такой вот общественной нагрузки, работы, работы с избирателями. Нужно, конечно, определенными знаниями обладать, чтобы быть депутатом. Ну, во-первых, давайте так. У нас депутатов 284. Если мы говорим про железнодорожный район, это 28 депутатов районного совета. И каждый депутат, он, соответственно, обладает какими-то определенными профессиональными знаниями, потому что он принял решение пойти на выборы. Он принял решение что-то сделать хорошее для своего района, для своего округа. Мотивация есть. Конечно, мотивация есть. И она его сподвигла пойти на эти выборы. И поэтому каждый хочет отдать свои знания. Да, депутатский корпус состоит из врачей, учителей, из представителей различных буквально профессий. У нас есть нотариусы, есть индивидуальные предприниматели. И у каждого из них, как у руководителей или просто у жителей, есть огромный опыт, который он бы тоже хотел привнести туда. Конечно же, вся эта работа, она сопровождается и юридически, и сопровождается с точки зрения экономической. Потому что очень важно получить хорошее экономическое заключение. Да, очень важно получить хорошую юридическую консультацию. Мы сегодня стоим на этапе, когда принимаются многие нормативно-правовые акты. И это очень важно. Если мы говорим, что было вот перед Новым годом, с Еленой Владимировной мы принимали положение, со всем депутатским корпусом, конечно же, тоже, о бюджетном устройстве района. Без этого документа очень сложно жить району. Сегодня мы говорим про территориальном устройстве района. И вот эти вот все вопросы, они, конечно же, должны разрабатываться. Для того, чтобы депутаты имели возможность ознакомиться с правовыми основами этого всего, с депутатами проводятся семинарские занятия. У нас есть такая очень хорошая форма работы, как собрание председателей, представительных органов. И это у нас буквально собрание происходит один раз в две недели. Мы, когда необходимо, собираемся каждую неделю с приглашением глав администрации. Буквально вот сегодня у нас было такое собрание, когда мы обсуждали очень многие вопросы, которые касаются нормативно-правовых актов, которые уже сегодня принимаются в районах, которые необходимо еще разработать, принять, дать правовую оценку этим актам. Ну и, соответственно, с экономическим заключением. У нас возникает очень много вопросов буквально технического характера. И они тоже решаются. Потому что вот без опоры сегодня тем же самым районным администрациям на администрацию городского округа просто невозможно. В то же время и районные советы, они должны чувствовать, что у них есть возможность всегда обратиться в Думу городского округа для того, чтобы получить любую помощь, которая им нужна. Елена Владимировна, а депутаты районных советов присутствуют на оперативных совещаниях в вашей администрации, допустим? Есть такая практика или нет? Да, у нас есть традиция. По понедельникам, каждую неделю мы проводим оперативные совещания с приглашением управляющих компаний, с приглашением руководителей тех или иных структур. И в обязательном порядке у нас присутствуют депутаты, где могут задать свои вопросы интересующие. Чтобы была вот эта вот связь. Да, они могут поставить проблему, которая была озвучена на личных приемах у депутатов. И вопросы достаточно оперативно решаются. И если они не решаются оперативно, то есть возможность хотя бы разработать механизм и понять причину. Чтобы была возможность продолжить разговор с жителем и вот эту проблему держать на контроле. Вот если вот сейчас разобрать такую типичную ситуацию, проблемную для района, вот сезонную. Наступила оттепель, и вот с крыши вот эта налить падает. Или вот и заваленные внутри дворовые территории снегом. Вот как эту ситуацию будет решать администрация, депутаты и жители? Вот участие каждого, вот коротко, что вы будете делать? Потому что по идее отвечают управляющие компании. И вы как бы ни одна из структур к ним отношения такого прямого не имеете. А вас очень много, вы такой треугольник, и вы же должны что-то поменять. Вот что будет? Ну если поэтапно. Администрация района. Для нас это плановая работа, для нас это текущая работа. Безусловно, мы в ежедневном режиме мониторим территорию, и я лично, и заместитель, и глава администрации проезжают территорию, делаем замечания, созваниваемся с руководителями управляющей организации, ставим эти проблемы. Огромной помощи сейчас, конечно, нам оказывает депутатский корпус. Они тоже на своей территории, в обязательном порядке, также ежедневно, отсматривают работу не только управляющих компаний, но и домов ТСЖ и ЖСК, а таких тоже больше 130 у нас на территории района. И если есть какие-то замечания, мы о них очень оперативно узнаем. Ну, если нас о управляющих компаниях не слышат, для нас есть механизм административное наказание, административный протокол, мы этим пользуемся. Но в последнее время, хочу сказать, все-таки управляющие компании несколько активнее начали работать, ТСЖ и ЖСК в этом вопросе, на территориях микрорайонов, на территории дворовых территорий. А вот решение о штрафах самих руководителей управляющих компаний, да, было на уровне города? Может, это их подстегнуло? Может быть. Да, должностные лица тоже мы штрафуем, люди ответственных за... А вот эти штрафы, извините, они идут в бюджет района, да, вот с административным, да? Да. Вот. Хороший вариант для пополнения еще один. Непогода делает нас такими вот, как бы, чувствительными к таким ситуациям, когда приходится быстро, динамично проводить уборку и так далее. И в один из таких дней, когда улица завалилась снегом, наши корреспонденты выехали в железнодорожный район и увидели, как работали коммунальные службы. А депутаты районного совета вместе с председателем Николаем Скобеевым контролировали ситуацию. Посмотрим сюжет и продолжим разговор. Чтобы горожанам не мешали скользкие дорожки и сугробы, в команде работают депутаты, сотрудники районной администрации и члены общественных советов. На каждое заявление жителей, что коммунальщики плохо работают, реагируют сразу. В железнодорожном районе сотни дворов. Некоторые приходится спешно приводить в порядок. С 1 января 2016 года проведено очень много уже выездов, осмотров территории. Выявлено свыше 170 правонарушений в сфере благоустройства. Ну и уже наложена сумма административных штрафов свыше 400 тысяч рублей. Счастую, даже уже в момент рассмотрения протокола, мне приносят фотографии об устранении выявленных нарушений. Управляющие компании все силы бросили на борьбу с последствиями капризной погоды. Во дворах и на тротуарах работала техника и трудились уборщики. Иногда коммунальщикам и жителям приходилось искать компромисс. Определённая сложность возникает по стоящим во дворах автомобилям. То есть не во всех дворах можно проехать крупногабаритной техникой. Техника с 4 утра выезжает и часам к 12, к 2 часам основные внутриквартальные проезды и дороги расчищены. На страже чистоты стоят райсоветы. От глаз общественников не скроется ни один заснеженный двор. Депутаты следят за порядком. Сейчас очень серьёзное внимание уделяем контролю за работой как самой администрации, так и управляющей компанией, ТСЖ, ЖСК, различных подрядных организаций по качеству уборки внутриквартальных территорий. В частности, в внутриквартальных проездах от снега, от наледи, кровли от сосулек и так далее. В частности, я как депутат, поскольку я проживаю в центре своего округа и в центре железнодорожного района, ежедневно и утром и вечером объезжаю территорию, выявляю наиболее проблемные, сложные, узкие места, тут же сообщаю оперативно в администрацию, если есть необходимость в административную комиссию. Мы уже три раза выезжали совместно с представителями административной комиссии, составляли протоколы. Наша основная задача – это создать условия, способствующие администрации для эффективной работы. Другими словами, сделать всё, чтобы наша администрация работала более эффективно. Вот этим мы сейчас и занимаемся. Да, вот интересный такой посыл – сделать всё, депутаты должны, чтобы администрация работала эффективно. Вот такое распределение. Ну вот здесь нужно сказать и про большое внимание, которое уделяет глава городского округа Самары Олег Борисович Фурсов этому вопросу, потому что каждая видеоконференция начинается как раз вот с этого вопроса. Поэтому говорить о том, что главы это делают или не делают, бесполезно. На каждой видеоконференции, каждый понедельник спрос главы городского округа. И я знаю, что Елена Владимировна встаёт в четыре для того, чтобы объехать округ, для того, чтобы посмотреть, где убрали, где не убрали. Зимний период, он всегда очень тяжёлый. Не только у депутатов, которые хотят улучшить работу администрации, но ещё и у глав. Спасибо. К нам в адрес телекомпании поступают сообщения от горожан из разных районов. И вот что пришло, в частности, от жителей Железнодорожного. Жители посёлка Толевы считают необходимым открытие дополнительных магазинов на территории посёлка и снижение цен в действующих магазинах. Вот ценовая политика снижения цены вообще, это вот к вам можно как-то относиться или нет? Ну, у нас в посёлке Толевы действительно работают два продуктовых магазина. Цены мы мониторим еженедельно, смотрим. Но ещё вот ко мне, как главе администрации района, наверняка и к депутату по округу посёлка Толевы обращались с просьбой открыть сельскохозяйственную ярмарку на территории посёлка Толевы в связи с тем, что там достаточно удалённость от городской ярмарки, которая у нас располагается на площади Куйбышева. И мы сейчас такую возможность рассматриваем. Уже там сейчас торгуются автолавки сельскохозяйственными продуктами. Мы работаем над вопросом по расширению ассортимента этой ярмарки в посёлке Толевом у нас. Да, и всё-таки про снижение цен. Ну вот этим ярмарками вы и собьёте их. Да, да, да. Мы продолжили мою мысль. Следующий вопрос. Подскажите, где, как познакомиться с депутатом, который работает на территории, как попасть к нему на приём и куда можно обратиться? Ну вот, наверное, Галина Геннадьевна как депутат может ответить. Вот куда, к вам лично или к любому другому? Я, если честно, думала, что эти вопросы уже решены. Поэтому ещё раз напоминаю, что есть сайт Думы городского округа Самары. На этом сайте необходимо найти интерактивную карту, найти свой район, свою улицу, свой дом. И, соответственно, вы получите фамилию того депутата, который ваш по вашему округу. Для этого нужно не так много. Нужно всего лишь на всего воспользоваться компьютером, да, и буквально потратить две минуты для того, чтобы вот это всё найти. Там же будут часы приёма, когда депутат принимает, ну, соответствующие помещения, где принимает. У нас этих помещений немного в районе, они все работают. Эти общественные приёмные у нас работали и раньше, в Думе пятого созыва. Они, в принципе, эти места не поменялись. Поэтому мы старались, Елена Владимировна, сохранить всю эту территориальную близость, ну и, соответственно, для того, чтобы жителям было удобно это сделать. Вообще, в любом случае, можно обратиться всегда в администрацию района, всегда подскажут. То есть, если мы говорим не про сайты и не про тех людей, которые пользуются этим сайтом, можно воспользоваться телефоном. Я думаю, что телефон сейчас у нас будет на экране. И, соответственно, узнать фамилию депутата, который относится к вам. А вообще, я не думаю, что есть вот такая вот необходимость искать того депутата, который ваш. У нас все депутаты готовы помочь любому жителю железнодорожного района. Потому что все проблемы, которые есть, они являются проблемами, которые должен решать районный совет совместно с администрацией. Очень хорошо, что эта связка у нас работает. У нас нет конфликтных ситуаций сегодня. Район, город и область все признаны решать только одну проблему. Проблему, чтобы граждане у нас хорошо жили, чтобы у нас было благоустройство, чтобы всего всем хватало и не было никаких проблем. Конечно же, снижение вот тех обращений, которые идут гражданам, это тоже основная проблема, которая сегодня есть. И, наверное, об этом тоже нужно говорить, потому что у нас еще, у жителей есть привычка. Если мы пишем кому-то, мы же пишем сразу районному депутату, главе администрации, мы пишем сразу главе городского округа и обязательно губернатору. Все-таки давайте мы начнем с района. В районной администрации есть отдел по работе с обращениями граждан. И там тоже ответят на любое обращение, которое будет от жителей. Вот эта работа контролируется. Она контролируется администрацией района, она контролируется депутатским корпусом. Тем более то, что у нас с 1 января 2016 года уже в составе новых администраций внутригородских районов добавился определенный блок, который работает с депутатами районных советов. Ну и, соответственно, контролирует, каким образом ведется работа с обращениями граждан. Это очень важная работа, ей уделяется много внимания. Проводились и обучения депутатского корпуса по этому вопросу, в том числе и с представителями правительства Самарской области. Вот вы сказали, что нам нужно перестроиться жителям в системе обращения к депутатам. Это вот перестроиться в том, что больше пользоваться интернетом, да, вот заходить. Я бы так... Или вот как? Я бы не призывала именно к интернету, да? Все мы привыкли к такой схеме, жители, там, депутат, проблемы к депутату, а сейчас как нужно поменять? А у каждого должно быть свое удобство. Кого-то устраивает шаговая доступность, и мы сегодня ее обеспечиваем работой тех приемных, которые работали в четвертом, в пятом созыве, да? Кому-то удобно позвонить по телефону, да, и именно проконсультироваться по телефону. И все телефоны тоже указаны у нас, и можно воспользоваться... То есть стало больше вариантов, возможностей. Конечно. Да, кто-то вышел из подъезда и увидел депутата, которую выбрали. Потому что все равно выборы были, да, и зачастую мы знаем, кого мы выбирали. Вот перед нами только что выступал Скобеев Николай Леонидович, председатель совета, да? Он у нас тоже живет там же, где его выбирали. Поэтому это хорошая традиция. Да, и что меня удивило, что он практически ежедневно проходит, как он говорит, территорию. Тоже вот просто замечательно. Но мы с Еленой Владимировной тоже работаем на протяжении многих лет, да? Работаем в определенном направлении деятельности, в котором нам сегодня нужно эту работу еще и выстраивать совместно депутатского корпуса и администрации опять. Потому что это новые уже условия. А наша работа с Еленой Владимировной строилась на том, что мы все-таки собирали и налоги, собирали и страховые взносы. Поэтому вот это вот огромный блок той работы, которую мы ввели и которую сейчас нам нужно будет переносить на работу нового депутатского корпуса в рамках послания нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина. Понятно. Они сегодня есть. Они есть в районах. Но это та сумма, которую хватает на покрытие затрат администрации и на благоустройство территории. Но, наверное, тоже не в полном объеме. Потому что если мы говорим с жителями, то жителям, конечно же, хочется все и сразу. Если мы делаем детскую площадку, значит, эта детская площадка должна быть с хорошим покрытием, с хорошим оборудованием, с хорошими тренажерами. То есть это очень большой блок вопросов, которые необходимо решить сразу. Но если мы говорим, что был период, когда много лет в этот двор никто не приходил, а какой-то двор был уже благоустроен, и это хорошо, то каким-то образом районам сегодня необходимо зарабатывать деньги. И вот по зарабатыванию денег у нас тоже у районов есть определенные сегодня возможности. Потому что мы собираем земельный налог, да, и от земельного налога в районах останется 10%. Может быть, это не особо много, но давайте попробуем собрать. У нас есть колоссальные возможности для сбора этого земельного налога. У нас с вами есть гаражи, которые стоят и которые до сих пор не оформлены. И если он не мешает внешнему облику города, почему бы не оформить землю под этим гаражом и не предоставить возможность не беспокоиться владельцу этого гаража, а платить земельный налог? То есть это же тоже вот денежные средства, которые могли бы пойти на благоустройство того же самого двора, да. На благоустройство детской площадки, на озеленение, на ту же опиловку деревьев. То есть очень много возможностей. Мы говорим сегодня о налоге на имущество физических лиц. Здесь вообще огромная сумма, 50% этого налога остается в районе. И сегодня мы, те люди, особенно которые прошли предвыборную кампанию, хорошо знают о том, что у нас, особенно в новостройках, многие жители не оформляют свои квартиры, да, соответственно, они не платят имущественный налог. Ну так давайте выявим, у нас работают старшие по подъездам, у нас работают председатели МКД, у нас для этого созданы общественные советы, и они работают, и сегодня уже проявляют такую инициативу для того, чтобы довести эту информацию до администрации. У нас с Еленой Владимировной очень хороший наработан опыт по тому, как работают межведомственные балансовые комиссии. В прошлом году отработала межведомственная комиссия, и только страховые взносы за прошлый год было собрано более 70 миллионов рублей. Это достаточная сумма для того, чтобы, конечно, хочется больше, да. Все, что касается налоговых платежей, их было собрано более 11 миллионов. Это тоже деньги, поэтому все, что касается вот сегодняшнего сбора, есть возможности у районов. И губернатор в своем послании очень хорошо сказал о том, что вот между районами должно быть некое соревнование. Да, это подтолкнет, во-первых, к развитию. Конечно, конечно. Для того, чтобы районы показывали, у кого что лучше пойдет. Вот сегодня, проводя совещание с главами администрации, мы уже увидели о том, что вот промышленный район активно тоже начал проводить межведомственные комиссии, и у них получается это. В железнодорожном они проводятся, в октябрьском проводятся. Так это же замечательно, потому что главы администрации, председатели районных советов ищут вот эти вот формы, и я уверена, что мы их найдем, эти формы нащупаем. У нас есть стоянки, которые необходимо легализовать, да, и это больной вопрос для Самары. У нас с вами есть незаконно выставленные билборды, которые с рекламой портят облик города, но есть те, которые не портят. Давайте оформим землю, и давайте будем получать деньги на благоустройство. То есть возможностей колоссальное количество, тем более, ну я считаю, что для районов еще вот есть определенный такой бонус, да, он пока еще не работает, но тем не менее есть возможность выделения субсидий в связи с тем, что районы будут хорошо работать, да, и в том числе будут оцениваться показатели социально-экономического развития регионов, в том числе и показатели имущества, сбора имущественного налога. Тоже такая мотивация, да, для района пополнения бюджета. Хочу вернуться к началу вопроса, тоже рассказать, как мы работаем по бюджету с депутатами. У нас сразу была договоренность, что мы с депутатами согласовываем абсолютно все, что касается бюджета. Сейчас вот в рамках предвыборной кампании и депутатами были собраны наказы, и в администрацию района поступают обращения от жителей, это и по благоустройству, по установке малых архитектурных форм, по опиловке. И так далее. По каждому округу такой реестр составлен. Сейчас мы совместно с депутатами в рамках тех денег, которые у нас есть, определяем первоочередные задачи. Иногда мы спорим с депутатами, не буду скрывать, да, потому что депутаты, к сожалению, не обладают всей полнотой информации. По коммуникациям, которые находятся в дворах, да, они хотят именно там установить качели, карусели для детей. И всегда мы находим понимание, и надеюсь, что в дальнейшем будет именно так же. И все, что касается бюджетов, конечно, мы всегда обсуждаем это с депутатами, любые наши затраты. Да. Ну, вернемся, наверное, к первой стороне, как сказала Елена Владимировна, к жителям, вот этого треугольника, к самой важной. От того, насколько активны сами жители, также зависит результат решения проблемы. Примеры, когда инициатива жильцов и сотрудничество с депутатами и администрацией приводят к хорошим результатам, в нашем сюжете из железнодорожного района. Капитальный ремонт дома – дело ответственное и требует постоянного контроля со стороны жильцов. Первое, что запланировали жильцы дома по улице Красноармейской, это отремонтировать фасад. Еще до начала проведения работ совет МКД обращался к специалистам ЖКХ за консультациями. Подключили местных депутатов и районную администрацию. Работалось, конечно, здорово, но до момента работы были у нас, как правильно сказать, пункты преткновения, соприкосновения, где нам хорошо помогла глава администрации железнодорожного района. То есть при ее конкретной поддержке, по правильному направлению наших действий, мы добились конечного результата. Дом у нас стоит, как игрушечка. Во дворе дома по улице Спортивной тоже стремятся поддерживать порядок. Жителям мешали разросшиеся деревья. Проблему решили после обращения к районным властям. Работой по обращению в администрацию проводилась опиловка деревьев. Деревьев было спилено очень много, старых. Они падали и ветки ломались. Ну, по обращению нашему деревья убрали. На этом решили не останавливаться. В дело благоустройства и озеленения включились активные жильцы всех подъездов. Чтобы было много зелени, посадить новые деревья и доделать заборчик, который начали у нас делать. Нам еще нужно межквартальные дороги отремонтировать. Благодаря активности жильцов во дворе дома по улице Пролетарской сделали детскую площадку. Сначала был разработан проект, который получил одобрение жителей. При этом учтены пожелания и предложения молодых родителей. В результате игровые зоны разделили на подростковую и детскую. Нам, конечно, площадка нравится. Эта площадка появилась у нас в том году осенью. Площадка хорошая построили, поэтому и ходим. Ребенку нравится. Вот еще один пример. Я знаю, что вы решили удачно районный, но на уровне города. Ведь это тоже важно. Районную проблему поднять до уровня и решить. Вот в Запанском или поселке Шмидта жители не могли как-то зарегистрировать, или как это называется, дома свои. Занервы не нужно было провести. Это же очень сложно. Это же нужно, я не знаю, что даже сделать, чтобы решить эти проблемы. Но вам это удалось. Вот как такая практика сложилась? Коротко, если можно, пример для других. Как проблему из района вывести на городской уровень и удачно решить? Действительно, проблема такая существовала. Кто не знает, поселок Запанской, поселок имени Шмидта, это 42 улицы, 90% это частные дома. И люди, дома 20-х, 30-х годов постройки, и люди жили на этой территории испокон века, но тем не менее не могли пользоваться своей землей, поскольку зона, где они жили, была промышленной. И они не могли документально оформить свои участки. В прошлом году на проекте, на связи с губернатором, этот вопрос стоял достаточно остро. И еще в период депутатов пятого созыва, вот эта проблема была поднята на уровень города, на уровень городской думы. Была создана инициативная группа жителей, и совместно с этими жителями, мы, депутаты, собрали пакет документов, вынесли этот вопрос на общественное слушание, где жители единогласно проголосовали за смену зонирования, и наконец-то, вот уже, если мне не изменяет память, в январе 2016 года зонирование было изменено на застройку индивидуальными жилищными домами, и теперь люди, наконец-то, могут уже юридически оформить свои дома, свою землю. Да. Ну вот, это действительно очень длинный вопрос, он был на контроле долгое время, да, как вот Елена Владимировна говорит, это с пятого созыва, потом общественное слушание, после этого на комиссии по землеустройству и землепользованию разбирался, и вот на одном из первых заседаний мы этот вопрос приняли, потому что действительно это вот вопрос, который касается очень многих, да, и жизненно важный вопрос, потому что не передать, не подарить, это просто невозможно. Да. Ну вот такой, да, пример для подражания, можно сказать, даже другим районам. И, конечно, всем всегда хочется видеть перспективы, тем более вот в наше такое вот, прямо скажем, непростое время, вот существует такое понятие точки роста, они не только в городах и странах и так далее, в районах тоже есть. Вот на что вы будете опираться? Как дальше развиваться? Вот как вы видите перспективы района? Потому что сейчас, да, там есть исторические достопримечательности, там еще что-то, плюсы есть, но всегда нужно что-то такое, что надежную основу, опору для развития дальнейшего, перспектив. Ну, я вот, чего бы мне хотелось добиться на территории железнодорожного района, да, и о чем, наверное, реформа местного самоправления изначально говорила о том, что поднять активность населения и поднять ответственность жителей за ту территорию, на которой они сами и живут. Тоже очень. Да, мне очень хочется, чтобы люди понимали, что если мы с вами не будем выбрасывать мусор в неположенных местах, то, наверное, будет чище, да, если мы уберем машину с проезжей части и дадим возможность специализированным службам почистить эту дорогу, наверное, нам будет с вами уютнее. Если мы вовремя сделаем замечание подросткам, которые рисуют на фасаде здания, ну, наверное, и дом наш станет уютнее. Очень многое зависит от жителей, и я надеюсь, что в рамках этой реформы все-таки многие жители начнут это понимать. Ну, и мне как женщине, конечно, хочется видеть свой район цветущим, мне хочется видеть его дружелюбным, тем более это все-таки ворота города, на нашей территории находится вокзал. Мне очень хочется, чтобы район к чемпионату мира был подготовлен. И очень надеюсь на помощь наших депутатов, нашего совета. Уверена, что у нас совместно все это получится, потому что желание есть у всех. Ну, конечно, да. Ну, глядя на ваше такое прекрасное сотрудничество, у нас прекрасное сотрудничество. На самом деле, так хочется верить, что все будет на самом деле хорошо. Ну, Галина Геннадьевна, вы вообще очень тесно связаны с районом. Почитала вашу биографию, она практически все везде, железнодорожный район фигурирует, профессиональный, предыдущий. И сегодня много внимания уделяю этой работе. И, конечно же, вот как Елена Владимировна сказала, ключевое слово у нас «вместе». Поэтому, если вместе общественные советы, администрация внутригородского района и депутатский корпус объединят свои усилия и вместе с жителями, то понятно, что район будет краше, район будет цветущим, район будет благоустроенным. И мы придем не только к чемпионату мира по футболу с хорошими результатами, а мы просто забудем, что у нас благоустройство должно быть от выборов до выборов. Оно должно быть всегда, это благоустройство. У нас жители должны выходить и не думать, что это убран снег или не убран. У нас жители должны выходить и не думать о том, отремонтируют у них в этом году внутриквартальные дороги или нет. Очень хочется, чтобы поменялось отношение жителей и очень хочется, чтобы совместными усилиями мы сделали город таким, о котором мы мечтаем. И все-таки акцентирую, что не стоит, важные очень слова сказала Елена Владимировна, что она еще не сказала, но мне хочется дополнить, что не стоит жителей идеализировать. Нужно, чтобы тоже они ответственны, не только власти, депутаты, но и жители тоже с любовью и ответственно относились к своему району. Кстати, вот мы опросили жителей вашего района, за что им нравится железнодорожный. Они согласны. С вами тоже теплые чувства. Сейчас мы посмотрим такой небольшой опрос. Наша программа подходит к концу. Благодарю вас за участие, за деловое и приятное общение. А сейчас слово жителям железнодорожного района. Мы с рождения здесь живем, поэтому вполне устраивает. Потому что это самый большой вокзал в Европе и самый красивый. То, что тут много друзей. Район мне нравится. Благоустроить, вход, чтобы была марка, железнодорожный район, это все красиво. Я бы добавила немного света для яркости. Близость таких учреждений, как Крытая Рына, Цунг-Самара, вокзал, автовокзал. Все рядом. У нас здесь очень хорошая 42-я школа вон там. И мы живем около нее. Рядом живем. Каждый день ходим с подругой в парк гулять. Ну, наверное, чтобы построили новые дома, невысокие. Можно больше парков сделать в этом районе, чтобы было больше возможностей гулять. Очень хорошо, что есть вот такое место. Железнодорожный район меня полностью устраивает. Здесь, во-первых, близко вокзал, если надо. Близко всякие продуктовые магазины, близко рынок, близко парк. Ну, нас устраивает. Мне нравится. Если бы я куда-то менялась, я вот именно хочу в этот район поменяться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова